Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долз. 3 и 4 декабря Integrity Toys провели очередную конвенцию. Ежегодную конвенцию и в этом году, как и в прошлом, она была виртуальной, то есть попасть на нее можно было из любой точки мира. Билетов на конвенцию в этом году было 1300 штук. 800 билетов разыгрывались в лотерею с правом на покупку среди членов веклаб. То есть вы отправляли заявку на то, что вы хотите участвовать в лотерее, и если выигрываете, то имеете право его купить. Точнее, даже обязаны его купить, если вы выигрываете в эту лотерею. И еще 500 билетов разыгрывались чуть позже через гугл-форму по принципу «кто первый пришел, тот и покупает билет». К огромному сожалению, в этом году попасть на конвенцию мне так и не удалось. Я не выиграла ни в лотерею, не успела быть тем счастливчиком, который через гугл-форму получил этот самый билет. Но давайте поговорим о том, что же было показано на конвенции, какие куклы на этой конвенции вышли. И сейчас на вторичном рынке можно купить практически любую куклу из этой конвенции. Они выйдут ориентировочно в январе, и цены на конвенционных кукол этого года, на удивление, не такие страшные, как на прошлогоднюю. Итак, что же получали держатели билетов? Основной билет конвенции включал в себя бесплатных трех кукол и плюс еще несколько кукол, которых можно было купить за отдельную плату. Было еще один пакет, включающий в себя двух кукол New Face. Этот пакет включал в себя одну куклу New Face и возможность купить еще одну за дополнительную плату. Стоимость основного билета конвенции 525 долларов, а стоимость пакета New Face 155 долларов. Итак, что же мы увидели на этой конвенции? И первая приветственная кукла, которая входила в основной билет конвенции, это была шикарнейшая Ванесса, точнее целый гиф-сет с тремя наборами одежды. Это Ванесса-блондинка с длинными, чуть волнистыми волосами. И первый ее образ это золотистое платье с валанами. Второй образ это черный топ и черная юбка. И третий образ белая футболка, черные джинсы и розовая шубка. На мой взгляд этот сет очень красивый и очень удачный и абсолютно точно он отправляется в список моих хотелок. Тираж этой куклы 1300 штук по количеству билетов на конвенцию. То есть для каждого держателя основного пакета конвенции. И дизайнером этой куклы стал Марк Тинки. Эта кукла считается куклой из коллекции Фантазия. И вот что сам дизайнер говорит об этом. Фантастическая жизнь куклы стала реальностью. Меня вдохновляли куклы из моего детства и видеоролики на ютуб о людях, которые одержимы идеей быть живыми куклами. Вторая кукла была вдохновлена вооруженными силами. И это Натали Фаталь от дизайнера Джейси Айла. Это кукла с медовым цветом кожи, темная бренетка. Ее тираж 1300 штук. И она продавалась отдельно за 180 долларов. Эта кукла мне тоже очень понравилась. У нее сдержанный красивый макияж и, конечно же, потрясающий аутфит. И третья кукла это Агнес фон Вайс в потрясающем красном наряде. Это кукла с бледной кожей и светлыми волосами. И она также продавалась за отдельную стоимость в 180 долларов. И мне очень нравится стиль этой куклы. Хотя я знаю, что не все любят взрослых дам от Integrity Toys, но мне этот стиль очень нравится. Дальше нас погрузили в мир спорта и в спортивный стиль для модных кукол. И первая это Бейсбол. Дизайнер куклы Джейси Айла. И перед нами кукла из коллекции Нью Фейс, Алекандра Луна. Тираж 1300 штук. Она тоже продавалась отдельно по цене 175 долларов. Невероятно красивая кукла. Тоже точно входит в список моих хотелок. И вообще первый день конвенции упорно говорил мне о том, что как же, как же мне жаль, что я не попала на эту конвенцию. Потому что все куклы мне нравятся. На самом деле так продлится практически до конца конвенции. Единичные куклы мне не понравились. Но большинство, очень даже, и точно вошли в список моих хотелок. И следующая кукла из линейки Нью Фейс, Виолайн Перин, тоже выглядит потрясающе. Это смесь балерины, леди Гаги, принцессы Лии. В общем, всего-всего сразу. Выглядит очень нежно, очень изысканно и очень элегантно. В этой кукле мне понравилось все. И аутфит, и прическа, и макияж. Тоже очень удачная кукла. И снова входит в список моих хотелок. Эта кукла тоже продавалась отдельно. И цена ее 175 долларов. И Дэвид Баттери порадовал нас новый Поппи Паркер, которая мне понравилась, но не входит в список моих хотелок, так как, да, она красивая, да, она очень элегантная, но, пожалуй, меня не зацепила. Она также продавалась отдельно. Ее стоимость 160 долларов. У нее очень красивое лавандовое платье, очень аккуратная прическа, макияж. Но, повторюсь, меня она по какой-то причине не зацепила. И, в принципе, не вошла в список моих хотелок. Довольно странно оказалась центральная кукла конвенции в этот день. Так как, во-первых, это коллекция 59-й год, которую далеко не все любят и не так часто ее собирают. Это кукла по имени Виктуар. И, опять же, тоже довольно странный выбор, потому что, насколько я знаю, Виктуар тоже далеко не все любят. Но самое странное – это ее образ. Итак, это модель 50-х. И она выражает свою любовь к искусству и отдает дань уважения своему другу, знаменитому художнику-сериалисту Манрею. Манрею. Дизайнером этой куклы стал Крис Стокель. И образ у нее действительно спорный. Она одета в полностью кожаный, с головы до ног комбинезон. Лицо ее наполовину прикрывает черная маска. Сверху она укрыта кружевной черной накидкой, либо жакет ярко-розового цвета. В комплект с ней также входит помада. Кукла невероятно спортная, конечно же, интересная, конечно же, дизайнерская. И для тех, кто любит собирать именно необычных дизайнерских кукол, конечно, это находка. Но, опять же, в мой список хотелок она не попала. Кукла продавалась отдельно и стоила она 160 долларов. И для тех, кто обладал билетом конвенции Нью Фейс, показали, собственно, куклу из коллекции Нью Фейс. Это оказалась кукла Рейна Ахмади. Мне безумно понравилось ее лицо, ее макияж, ее прическа. Это очень красиво. Но довольно сильно спутил наряд. Выбор, на мой взгляд, очень спорный. И мне он не понравился совсем. Но куклу Нью Т, наверное, я бы рассмотрела. Цена этой куклы 175 долларов. И, наверное, самое странное, что произошло в этой конвенции, это кукла, которая давалась бесплатно тем, кто покупал билет Нью Фейс. Ну, как бесплатно, да? То есть вы платите за билет и, как бы, по умолчанию покупаете куклу, какую не знаете. Так вот, когда ее показали, разочарование было огромным. И очень-очень многим людям она не понравилась. Она не понравилась и мне в том числе. И эта кукла Доминик Македа, во-первых, не с самым удачным макияжем, с очень странной прической, точнее, полным ее отсутствием. И очень-очень странным аутфитом. Ну, а хорошая новость, если вам понравилась эта кукла, то вы ее можете купить по себестоимости. Наверное, за 140 долларов сейчас. То есть на нашем российском внутреннем рынке Integrity. То есть их продают где-то, да, за 140 долларов по себестоимости. Поэтому, если она вам нравится и вы хотите поселить ее себе в коллекцию, то это идеальный шанс заполучить ее. К счастью, не обошлось в этом году без моей любимой рубрики Style Lab. Style Lab это формат, когда вам предлагают кукол Ньют и аутфиты отдельно. То есть вы выбираете, что из этого вы хотите купить. И в этом году они сделали невероятно удачный ход, потому что весь Style Lab состоит из Поппи Паркер и Джинджер. Конечно же, это самые популярные и самые всеми любимые куклы Integrity Toys. Хочу отметить очень красивую упаковку в этом году. Действительно, невероятно красивые коробки. И на выбор предлагали 5 кукол в формате Ньют. И первая это как раз-таки Джинджер с копной огненных кудрявых волос. Вторая кукла это Поппи Паркер с прямыми светлыми волосами и бирюзовыми глазами. Третья кукла моя любимица. Это темнокожая Поппи Паркер. Мне кажется, она нереально красивая. Четвертая Поппи Паркер рыженькая с карими глазами. И пятая кукла тоже мне очень понравилась. Это тоже Поппи Паркер. У нее сиреневые волосы, что мне не могу сказать, что очень нравится. Но посмотрите, какие глаза. У нее серые полупрозрачные глаза. И это так красиво. Все куклы Ньют стоили по 70 долларов. Ну и конечно же 5 аутфитов. Первый аутфит это прям мой любимец. И в этом наборе коричневая водолазка с ремнем. Синие джинсы. Коричневые сапоги. И такого же цвета кепка. Леопардовое пальто. Серьги и очки. Очень красивый набор. Мне безумно нравится. Тоже себе его хочу. Второй набор тоже красивый. Он состоит из розовой цветастой блузки шелковой. Розовых шортиков. Серого жакета. Черных сетчатых колготок. Ярко-розовых туфелек на высокой платформе. Розовый клатч. Розовый галстук на шею. Очки. Серьги. И кольцо. Третий набор мне не понравился. Он состоит из черно-синего платья. Синей курточки в спортивном стиле. Синего клатча. Черных сапог. Украшений и очков. Следующий набор мне пожалуй тоже нравится. Не так сильно как первый. Но тоже очень нравится. Он состоит из черного платья с белым воротничком. Черных колготок. Белого пальто с черным меховым воротником. Беретки. Очень красивых туфелек. Сумочки. Очков и украшений. И последний набор надежды мне тоже нравится. Но опять же не так сильно как первый. Он состоит из блестящего платья в пайетках. Фиолетовой шубки. Фиолетовые повязки на голову. Клатча. Золотистых красивых туфелек на платформе. Украшений и очков. Все куклы Style Lab и все наборы одежды выходили тиражом 1300 штук. И наборы одежды стоили по 80 долларов. Но это еще не все. Потому что в Style Lab показали еще два набора аксессуаров. Каждый набор стоил по 75 долларов. И тираж 1300 штук. Первый набор состоит из трех пар обуви. Шейного платка, украшений и клатча. И в общем-то практически такой же набор, но в другом стиле. Тоже сапожки, две пары туфелек, украшения, шейный платок и сумка. И центральной куклой в этот день стала Poppy Parker в свадебном платье. Это темнокожая кукла с темными волосами. И в очень красивом свадебном элегантном платье. С очень красивыми аксессуарами. В общем, все, что нужно невесте. Кукла эта стоила 160 долларов. Кукла очень красивая, но в свою коллекцию, опять же, я ее не хочу. Вообще как-то спокойно отношусь к куклам в свадебных платьях. Мне больше понравилась вторая кукла из этой коллекции. И это Джинджер. Я вообще, на самом деле, Джинджер люблю больше, чем Poppy Parker. Мне кажется, она интереснее. И у нее такой хитренький всегда взгляд. И это светло-рыжая кукла в белье. То есть подразумевается, что сначала у вас мода свадебная, а потом для медового месяца. Поэтому там черное белье и черный пеньор. Эта кукла мне очень понравилась. И она входила в стоимость билета основного пакета. И довольно странными, на мой взгляд, оказались две заключительные куклы конвенции. Первой стала Адель Македа в образе Жозефины. Очень уж королевская мода, на мой взгляд. Конечно, аутфит красивый. Но мне не нравится прическа Адель. И в принципе, сочетание Адель и этого образа мне не нравится. Мне не нравятся вот эти классические королевские наряды. Хотя сами по себе они, конечно же, красивые. Но нет, эту куклу в свою коллекцию я точно не хочу. И стоимость ее была 180 долларов. И заключительная кукла входила в билет основного пакета. И это была кукла от дизайнера Джейсона Ву. Это была кукла Элиза Джоли. И у Джейсона Ву, конечно, своя эстетика, свой вкус. И даже если посмотреть его коллекцию одежды, то это станет понятно. И по этой кукле тоже понятно, что здесь явно выражен вкус Джейсона Ву. Мне не нравится сама кукла, мне не понравилось платье. И еще меньше мне понравилось сочетание этой куклы с этим платьем. Но вместе с этой куклой идут миниатюры. Миниатюры косметики Джейсона Ву. Я люблю косметику Джейсона Ву. И когда он только ее выпустил, я купила себе довольно много из его линейки. Для того, чтобы все попробовать, сама косметика мне очень понравилась. И да, миниатюры косметики я бы себе хотела. Вот такой вышла конвенция в этом году. На мой взгляд, она лучше, чем в прошлом. Конечно, можно говорить, что были конвенции намного лучше, чем эта. Но давайте помнить о том, что, во-первых, у нас все-таки ковидный год. И многие вещи выходят с трудом. Да, кукол в этом году меньше. Да, тиражи больше. Да, билетов больше. Но, на мой взгляд, Integrity, то есть, будет идти к этому и дальше. К увеличению тиражей, увеличению членов в клубе. Для того, чтобы эта компания, да, давайте не забывать о том, что это все равно в любом случае бизнес, не только творчество. И компания должна приносить доход. И, на мой взгляд, именно таким способом компания может держаться на плаву. Поэтому я не имею ничего против того, чтобы увеличивать тиражи. Не имею ничего против того, чтобы конвенция стала навсегда виртуальной. Я даже за, потому что иначе мы на нее не попадем с вами. А так очень даже можем. И, с одной стороны, я очень расстроена, что я не попала на эту конвенцию. Потому что много кукол мне понравилось. Я бы хотела их в свою коллекцию. Но, с другой стороны, признаю, что это очень сильно уберегло мой кошелек. Потому что теперь, когда я буду выбирать их на вторичном рынке, естественно, по совсем уже другим ценам. Не по тем, что я озвучивала сейчас в видео. Конечно, я буду 2, 3, 10 раз думать, нужна ли мне эта кукла или нет. Ну что ж, ждем, чем закончится клубный год. И обязательно в конце клубного года, в феврале, обязательно сниму для вас видео о том, что было вообще в этом клубном году. И маленький спойлер, он мне не понравился. Спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Расскажите, какие конвенционные куклы понравились вам. Кого бы хотели поселить в свою коллекцию. А может быть, и вы вообще были участником конвенции и кого-то себе приобрели. Тоже обязательно рассказывайте, это очень интересно. И не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить.